МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы обнаружили флайер-акции телекомпании Аист. Я смотрю на окне этого дома. И сейчас мы узнаем, кто наш телезритель. Если, конечно, он окажется дома. По лестнице поднимаемся на четвертый этаж. Судя по расположению окон, это должна быть вот эта дверь. Слушаем вас. Здравствуйте. Телекомпания Аист. Прошу вас. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вот они, наши телезрители Николай и Инна Масловы. Инна Павловна работала завскладом в Институте ортопедии. Но на первом месте для нее всегда были любимый муж и дети. Мы 56 лет вместе. Семья у нас пока еще маленькая, только 17 человек. Мы с папой пятеро ребятишек. Из них трое ребят, офицеры. Одна девочка у нас спортсмен, в Москве живет. Одна здесь доченька старшая, медработник. А вот внуков пока еще только семь. Хочется много-много. Потому что они все у нас замечательные детвора. Кстати, всех дед приучил плавать. В доме не плаваю только я одна. А остальные все даже маленькие, пяти- и четырехлетние дети плавают. А я вот, ну не плаваю. Николай Сергеевич в 13 лет стал суворовцем. В 15 вместе с другими крусантами участвовал в первом параде победы 24 июня 1945 года в Москве. Об этом напоминают старые фотографии. 30 лет преподавал физкультуру в Иркутском военном авиационном техническом училище. Воспитал свыше 9 тысяч спортсменов. Из них 16 мастеров спорта. Занимался боксом и тяжелой атлетикой. До сих пор утро начинает не с кофе, а с гимнастики. Мне довелось познакомиться. Была встреча с маршалом Советского Союза Жуковым. Он был командующим округом. И приехал как-то в училище. Ему представили всех знаменитостей. Отличников и отличных физкультурников. Ну и я попал туда. И он мне говорит, что это хорошо, что ты занимаешься спортом. Офицер без спорта не офицер. А без Аиста и телевидения не телевидение. В жизнь альтернативный городской телеканал вошел давно и прочно. За четверть века стал родным. Инна Павловна, расскажите, сколько вы смотрите телеканал Аист? Мне кажется, всю жизнь, сколько он существует, 25 лет. И вообще люблю смотреть, люблю смотреть программу эту. Потому что это, вот я еще повторяюсь, это наше. Это наше. Сибирское, родное, байкальское. На память о встрече, чтобы можно было пить чай перед телевизором, включенным на нашем канале. А это пополнит коллекцию дорогих сердцу фотоснимков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова